всем привет сегодня будем делать паштет из кролика из кроличьей печени как и обещали для этого нужно печенка лук и чеснок ну и еще несколько ингредиентов которых вы узнаете в процессе для начала нарезаем лук средней величины ставим сковородочку сковородки обжариваем внутренний жир кроликов вытапливаем с него весь жир собираем все вот эти вот шкварочки обжарочки вытаскиваем и потом в этот жир загружаем лук лук обжариваем до золотистого состояния загружаем лук и жарим тем временем пока жарится у нас лук нам нужно нарезать печенку печенку будем нарезать мелкими кусочками чтобы она быстрее обжарилась и была такая мягкая и сочная нарезаем печенку вот печеночка готова тем временем лук у нас обжарился сейчас мы будем закидывать печенку печенку жарим тоже недолго в течение пяти минут примерно чтобы она если печенку пережарить она будет жесткая и паштет у вас будет крупинками так что тут главное не переусердствовать вот печеночка у нас обжарилась сейчас следующий ингредиент это у нас маргарин обыкновенный кулинарный маргарин пачка маргарина примерно на где-то 600 700 грамм печени вот сейчас печенку выключим и туда положим маргарин все печенку выключаем закладываем туда маргарин и ждем пока все это остынет до остывания до комнатной температуры готовится у . походу жарим сейчас обжарим потом протушим а сейчас будем делать финишный этап печеночки кроличи добавляем чесночок тертый свежий до помимо того что там был свежий тертый чесночок добавляется то есть тот дает аромат маслу когда ну или жиру когда жарится а этот чеснок уже дает аромат чеснока непосредственно самому паштету можно было через чеснокодавку да ну либо через тёрочку вот так вот чтобы он это еще можно добавлять укроп петрушку если есть свежая но нету теперь вот это все вот так перемешаем сковородочки аккуратненько и через комбайн все это дело пропустить или там кого есть этот блендер погружной да погружным блендером только с высокими оборотами желательно чтобы оно было такое как вспенено пюре да в неудобном месте стоим будем так да кстати этот паштет можно спокойно замораживать и он хранится на ничего с ним не было сейчас покажем вам готовый вариант короче вот такой паштетик получается просто бомбический на очень-очень вкусно но почему-то вот именно с кроличьей душонки он получил печенки точнее он получает ванильный даже во-первых сладкий 3 даже куда вкус ваниль не просто кролика вообще отличается кроличьи печенка она по-другому от куриная по-другому это кроличьи очень короче говоря очень вкусно короче вот этот паштет он пойдет из любой печенки будто курина утильная говяжий что есть принцип вы знаете печенка на ваш выбор башки этого в любом случае вот очень вот так вот всем приятного аппетита 6 грамм 600 грамм печенки получилось вот столько паштета ну наверное тут чуть больше килограмм мне кажется да больше килограмм поэтому еще раз приятного аппетита делайте пишите свои комментарии может быть что-то доработать что-то добавить этом прощаемся всем пока до новых встреч